Нахожусь около Нижневартовска Над местом аварии До сих пор все горит Там в долине Нижневартовск Река Хопь 13 марта 2021 года Лечу в Сургут Все, кто успел посмотреть, все молодцы Прокуратура начала проверку По факту пожара на нефтепроводе В Аквадоре Аби под Нижневартовском Есть один пострадавший На месте группа экологов уже оценивает Возможный ущерб биоресурсам Из региона на связь выходит наш корреспондент Кирилл Волконский Кирилл, здравствуйте, что происходит сейчас На месте аварии и есть ли уже версии Почему все произошло? А на доброе утро Да, версии, по крайней мере Предварительные, почему произошла разгерметизация Есть одна из них Это то, что лед мог Сдавить сан трубопровод Сегодня по поручению Окружного прокурора Евгения Батвинкина На месте с оперативными группами будет работать Его помощник Шавкат Мавлютов В чье ведение, собственно говоря, входит Курирование вопросов экологической безопасности А также главный прокурор Нижневартовского района Вызывай прокуратуру, брат Прокуратура! Вызывай что? Игорек, прокуратура! Прокуратура! Напомню, что пожар был вчера на трубопроводе Который принадлежит Сибур-Тюмень-Газу Как только поступило сообщение о возгорании С двух сторон газопровод перекрыли Сам газ откачали Это помогло более оперативно решить вопрос Ликвидации и локализации самого возгорания Оно было довольно серьезным Местные паблики в соцсетях окрестили его уже настоящей экологической катастрофой Возгорание составило порядка площадь около тысячи квадратных метров Было видно его даже из города Несмотря на то, что сам пожар происходил Где-то в паре десятков километров от самого Нижневартовска Сегодня уже будут работать опергруппы Скорее всего, в их задачу входит изъятие фрагментов трубопровода С целью установить, из-за чего, собственно говоря, произошла разгерметизация Что касается пострадавшего Мужчина пострадал не сильно Это рыбак, который там занимался на месте под ледным ловом Обожгло ему лицо Это тот мужчина, которого видели вчера во всех видео, которые распространяются в социальных сетях Ожоги были не сильными И по информации больницы его отпустили на амбулаторное лечение Кирилл, спасибо за информацию Будем следить за этой темой Это был корреспондент Кирилл Волконский из Нижневартовска Где выясняют причины мощного пожара на нефтепроводе в акватории реки Опь Это Ханты Лайф Мы в прямом эфире Добрый вечер Меня зовут Мария Лебига Так что пишите свои плюсики Ставьте плюсики, лайки и другие радостные смайлики Порыв продукта провода компании Сибур Тюмень Газ Горит река Человек ехал на снегоходе Юра, посмотри на меня Смотрите, что стало Вот что со снегоходом стало По реке Где-то идет нефть Потому что нефть воняет очень сильно Смотрите, что творится на реке Плаве прям фонтаном бьет он это Газ, смотри струя какая Вот это столько, блин Экология у нас Воняла нефтью еще месяц назад Вот такая вот петрушка К чему все это я? Конечно же, это резонансная история Которую мы все обсуждали Которая стала для нас очередным поводом Заговорить о том, как важно беречь нашу планету И как важно заботиться об экологии И ай-ай-ай компании, которые этого не делают и нарушают Ну, нас, думаю, не обвинят Мы к этому происшествию точно никакого отношения не имеем Вернемся к комментариям Знаете, некоторые пишут Почему вы не читаете мои комментарии? Ну, во-первых, на мое усмотрение Какие комментарии читать? Некоторые комментарии мне Ну, прямо, скажем, скажутся совершенно неадекватными Вот, например, почему СМИ не выехали на место катастрофы Ну, во-первых И во-вторых, и в-третьих Это очень далеко И пока мы бы туда приехали Снимать было бы уже нечего Во-вторых, ну, наверное, мы не должны отчитываться, на какие съемки ездить, на какие нет Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое Мы уже, здесь наша полномочия, все, окончено Это, к слову, о том, почему некоторые комментарии я не читаю Сколько тонн нефти вылилось, меня спрашивают, например, в ОПЕ Почему дело уголовное не возбуждено Я вам что, какая-то госструктура или Ростехнадзор, чтобы знать ответы на эти вопросы? Мне кажется, немножко не по адресу А как эту культуру можно воспитать? Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое Мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено Или вот, допустим, в ВКонтакте комментарии, да? Комментарии, ну, видимо, это вот друзья с нашим пользователем YouTube А что сделала ты, Мария, для экологии? А что вы мне, Константин, Константин, тыкаете? Мы что, с вами друзья закадычные? А как эту культуру можно воспитать? Ну, давайте как-то поприличнее себя вести Люди же мы взрослые с вами Здесь же речь идет о нашем с вами без культуре О нашем с вами без культуре В YouTube комментарии от пользователя Торнадо 3000 Добрый вечер, по оценкам эколога В ближайшее время вода в реке Опи Будет стоить примерно 90 долларов за баррель Вот такая шутка Такой Надеюсь, надеюсь, такого не будет, уважаемый Торнадо 3000 А что сделал ты для экологии в свои годы? Так звучит вопрос сегодняшнего эфира Ханты Лайф Ну и давайте еще раз посмотрим Комментарии ВКонтакте Ну, еще раз говорю Читаем конструктивные комментарии ВКонтакте Комментарии из разряда Почему на СИТВ раньше не было прямых эфиров А сейчас появились Ну, я как-то не вижу Какой-то задачи обсуждать с вами Вот эту историю И с кем-либо еще Ну, в этой ситуации мы просто наша Это самое Мы уже здесь наши полномочия все Окончены Мы говорили про то Задавали сургутяна вопрос Какие наказания должны быть за выброс мусора Может быть их ужесточить И вот немножко пробежимся по мировой практике в этом вопросе Вот, например, в США Штраф зависит от разных штатов За выброс мусора в неположенном месте Там в некоторых штатах даже до одного месяца тюрьмы А в Калифорнии, например, один выброшенный из окна машины окурок Может стоить тысячу долларов Это примерно 74 тысячи рублей В Австрии штраф до 100 евро По примерно 8900 рублей Иностранных туристов там, кстати, тоже штрафуют за неправильное За выброс мусора в неположенном месте В Ирландии штраф примерно 5000 евро Это почти полмиллиона рублей Ну, вот там вот точно мусорить Там точно очень чисто, я полагаю В Швейцарии примерно 300 швейцарских франков Там давно существует практика раздельного сбора мусора Так же, как и во Франции Вот во Франции, например Если ты оставил следы от своего пикника Можешь заплатить где-то примерно 150 евро Ну, то есть, вы, конечно, скажете Там и зарплаты другие Это, само собой, там и зарплаты, скорее всего, больше Тут нужно посмотреть эту статистику Но я думаю, что даже при больших и других зарплатах 1000 евро – это приличная сумма Которую отдавать мало кто захочет И как вы будете называть людей, которые мусорят? Ну, свинюшки я бы назвала людей, которые мусорят Ну, это мягко говоря А как эту культуру можно воспитать? А как бы вы назвали? Напишите свои варианты Как бы вы называли этих людей? Только помните, что мы в прямом эфире И читаем только цензурные комментарии Ну, в этой ситуации мы просто наши, это самое Мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено Так, проверим комментарии в Ютюбе В завершении нашего выпуска Что же думают наши пользователи со социальных сетей Так Ну, понятно Друзья, мы обсуждаем сегодня Что мы делаем в своей повседневной рутине Повседневной жизни для того, чтобы как-то поддерживать экологию Вот сургутяне приходят к выводу Тому, что главное, что они делают Это не мусорят Совершенно с вами согласна Это, конечно, маленький шажочек для большого дела И тем не менее, как мне кажется Нужно как-то, наверное, начинать шире смотреть на эту проблему Вот я тоже задумываюсь о раздельном сборе мусора Нужно как-то масштабнее изучить этот вопрос И куда вообще этот мусор раздельно собранный вести Хотя бы с этого начать Тему экологического происшествия в Нижневартовском районе Сегодня обсудили в новостях сургута Вот быстренько давайте посмотрим, что же коллеги расскажут еще Наша программа заканчивается Я благодарю всех за прямой эфир Всем хорошего вечера вторника Ура! Короткая неделя! До свидания! Вызывай прокуратуру, братан! Прокуратура! Вызывай субрину! Игорек, прокуратура! Ты меня, конечно, подбодрил В ютюбе у нас, значит, пользователь сургутнадзор интересуется, что у меня в кружке У меня в кружке вода, не переживайте Я пью воду во время эфира И вообще я очень часто пью воду и вам советую Это, значит, помогает здоровью Что меня беспокоит? Ну, вернее, меня, в принципе, эта тема не беспокоит Нужны вытрезвители или нет? Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наша полномочия, все, окончено Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok